вот и поэтому значит я приступаю к задаче номер 6 это вообще даже не задача я сказал это тема целая еще какая глубокая безумно глубокая тема поэтому мы сможем только так чуть-чуть 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 где-то такой с краешку вот ее обозреть понимаете она конечно если по-серьезному к этому относиться не обозрима это имеется ввиду периодические потенциалы вот а конкретно там дается вот такой потенциал но сейчас тоже это поясню он не совсем вот я буду не совсем ту задачу решать которые там задача 6 значит h квадрат на м на к пока накапа 0 сумма по n от минус бесконечности до плюс бесконечности дельта x минус n а вот это вот называется задача кроника пенни пенни вот это два два физика два человека ну условно говоря вот что это имеется ввиду у от x вот такой значит это 0 это а это 2 а ну а сюда также точно идет минус а понятно вот такой вот забор из дельта ям в том числе конечно и в нуле тоже вот здесь в этой задачи то есть вот задача кроника пенни энергия может быть конечно только положительной поэтому мы используем для нее традиционную значит параметризацию аж квадрат к в квадрате на двое м и имеем ввиду что она больше нуля вот значит ну давайте два слова скажу в задании там в задании вот здесь стоит знак минус значит если здесь поставить знак минус меняется мало чего но достаточно много для того чтобы просто не успеть на семинаре на одном рассмотреть значит если там будет знак минус представьте себе это будут не лес из этих ям это будут значит как раз на стать из дельта выступов а наоборот будут дельта ямы ну а раз это дельта ямы значит тогда возможно конечно и положительная энергия но возможно и отрицательная значит там целый случай которого здесь не будет с положительной энергии одно к другому сводится вы увидите а с отрицательной энергии это дополнительно еще там шаг надо сделать чтобы это все решить ну и кстати говоря вы увидите что там вот это как раз одна из тех задач где весьма интересно все это проделывается именно здравствуйте данилов андрей присутствует надо же а то тоже не было человека я немного опоздал ладно это я все отмечу сейчас уж поработаем а потом отмечу ну и вот все это можно так сказать не только аналитические делать но можно делать и на машине на компьютере это ну использую какие-то математические пакеты это визуализировать эти задачи это весьма так сказать любопытно кто это предпримет это можно даже дополнительные баллы получить то есть бонусы ну вот то есть вновь смотрите как это у вас там если получится но если кто не любит ну и ладно как говорится это не обязательно вот теперь по поводу смысла да ну смысл наверное понятен как вы думаете что это за модель модель какой физической системы ну одномерная периодическая структура одномерная кристаллическая решетка вот одномерная цепочка атомов вот это и есть попытка описать самый простым одна из самых простейших одномерный кристалл по существу то есть структуру который вариант на на период вот этих вот период решетки на относительно дискретных трансляций дискретных сдвигов на период решетки ну а что какой вы думаете характер будет энергетического спектра знаете вот у нас был 2 дельта ям 1 дельта яма был один связанный уровень 2 дельта яма было два вот если будет 3 как вы думаете сколько мы хочу смешно ну ладно здесь бесконечно много сколько будет чего в каком смысле да там переход количества в качество там получается зонная структура зонная структура спектра такого еще у нас не было ну вот давайте над этим поработаем это как раз наличие зонной структуры непосредственно связано именно так сказать вот с тем что это структура периодическая зонная структура спектра связано с периодичностью потенциала прямо непосредственно вот ну а грубо говоря получается так что вы берете там частицу скажем у которой был непрерывный спектр сажаете и вот этот периодический потенциал и видите что при определенных значениях энергии не импульса она просто не может в нем распространяться так сказать не получается устроить так чтобы частица в нем распространялась почему но потому что есть явление аналогичное скажем бреговскому отражению если вам это что-нибудь говорит вот это из так сказать рентгеновских волн но просто с определенными скажем имея определенную энергию частица не проникает в этот кристалл испытывает отражение все значит и там поэтому появляются те энергии с которым может идти распространение в кристалле называются разрешенные и соответствующие зоны есть разрешенные зоны энергии те энергии с которыми не может распространяться в толще кристалла частицы называется запрещенными вот собственно и все вот значит ну давайте у нас с вами есть потенциал мы видим что есть вот такая вот симметрия называется это трансляционная симметрия причем на потенциал значит у нас инвариантен относительно дискретного сдвига сдвига на период решетки вот но и значит в принципе там разные есть подходы я вот сейчас буду делать не совсем так как скажем сделан у нас задачники вот но чтобы у вас выбор был естественно вы можете делать как так сказать хотите и так и и так вот давайте сначала просто в целом проанализируем о чем это говорит нам с точки зрения нашего так сказать уравнения шлюрингера стационарное уравнение шлюрингера все два штриха от x плюс 2m деленное наш квадрат и минус у от x на psy от x равняется нулю и вот с таким вот периодическим потенциалом ну значит во первых уравнение у нас дифференциальное уравнение второго порядка значит для любого значения е должно быть в принципе два линейных независимых решения ну правда так сказать вы знаете что там есть ситуации когда бывает одно значит здесь то будет именно два и мы еще об этом поговорим почему вот два линейных независимых решения которые можно выбрать вещественными потому что это уравнение вещественно ну пусть допустим это будут все один от x и ps2 от x вот два решения линейно независимых отвечающих одному значению е вещественных но сила так сказать наличие вот такой вот симметрии довольно очевидно что ps от x плюс а ps1 и ps2 от x плюс а это тоже будут решение данного уравнения верно никто не сомневается все согласны самое главное что все были согласны вот значит это тоже решение это уравнение причем будут отвечать тому же самому значению энергии е а это значит ребят что вот эти вот два решения ну то есть все 1 и ps2 взятые в точке x плюс а их можно разложить линейную комбинацию решений вот этих вот все 1 и ps2 ну и выглядит это так значит а 11 все 1 от x плюс а вот здесь есть одна тонкость 21 си 2 от их так как-то не то делать значит а 12 на ps1 от x плюс а 22 на ps2 от x коэффициенты вот это иначе да ну это все можно естественно матричном виде записать ясное дело в матричном виде будет так строчка будет все один над x плюс а ps2 от x плюс а а здесь будет равно строчка тоже ps1 от x ps2 от x и тут будет матрица а 1 1 а 1 2 а 2 1 а 2 2 давайте проверим значит ps1 а 1 1 ps2 значит как я писал правильно ps2 на а 21 да 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 вот вот эта матрица она тут вообще в каком-то смысле играет ключевую роль она называется матрица трансляции или матрица сдвига но и матричные элементы эти в принципе тоже можно считать вещественными опять по всем тем причинам по которым я говорил то есть функции вещественные раха значит пара вещественных функций вот раскладывается тоже так сказать видели представляется виде линейной комбинации опять же вещественных функций значит вот можно их считать вполне вещественными эти величины вот теперь знаешь после того как мы с вами ввели эту самую матрицу трансляции или матрицу сдвига это вот значит было первое это все еще предварительные разговоры потому что вот во время предварительных разговоров я буду рассматривать просто любой периодически вот такой любой периодический потенциал а вот конкретному периодическому потенциалу который там вынесен вверх заголовок мы перейдем после того как ну вот некоторые общие вещи связанные с этим потенциалом мы с вами поймем вот смотрите значит и так утверждение первое но я там не пишу теорема я не знаю может это и не теорема даже вовсе вот но уж утверждение это точно значит утверждение первое детерминант матрицы а равен единице для того чтобы это доказать для этого нам нужно воспользоваться результатом вот такой леммы вообще честно говоря это лемма она очень известна и у нас наверняка ее там во многих группах а может быть и в наших других группах ее преподаватели рассказали а я все время что-то не успевал потому что она в принципе очень важна для того чтобы анализировать одномерное движение лемма такая смотрите значит вранскян ну вы конечно знаете ли определитель вранского любых двух решений все один от x все два от x значит уравнение я но по существу от того который нас интересует ну давайте его напишем так все два штриха от x плюс q от x все от x равно нулю где q от x это есть 2m поделить наш квадрате е минус у от x ну а просто она это наше уравнение уравнение штейдингера так вот значит вранскян любых двух решений равен константе не зависящий от x равен константе не зависящий от x ну и вообще-то вот в этой лемме есть вот это именно это сейчас я и докажу это не так сложно но в этой лемме есть еще продолжение которое сейчас доказывать не буду она наверно может быть вам ближе может вы его и знали значит когда говорится начинается ну по это по поводу этой константы там есть уточнение что это константа равна нулю тогда и только тогда если эти два решения линейно зависимы наверное вот эти вещи вы знаете они наверно у вас были но и вот это нужно например я сейчас маленькое отступление сделаю и тут же вернусь к этой задаче это нужно например для того чтобы анализировать характер энергетического спектра да потому что значит вот эту константу ее же можно вычислять в любой точке в том числе на числовой прямой в том числе и 8 то в симпатических точках то есть на плюс-минус бесконечности поэтому например если у вас есть связанное состояние связанное состояние сейчас это не в этой задаче это у нас было там раньше да то есть функция стремится к бесконечно к нулю на плюс-минус бесконечности там заведомо эта константа равна нулю и соответственно две любые функции будет ли ней на зависимы поэтому спектр для вот этих вот связанных состояний он заведомо будет простой каждому уровню энергии одна собственная функция отвечает чего не скажешь например для состояний свободного движения там так сказать такого нет там вы помните есть ограничение но не в стремлении к нулю у плоских волн то же самое будет и у этих функций и у этих функций тоже есть условия ограничения но не стремление к нулю поэтому там будет действительно 2 линейную независимую функция отвечать каждому значению энергии точно так же как и вот для свободного движения ну вот так вот теперь по поводу этой леммы ну давайте напишем в это же это знаете прекрасно значит все один от x и 2 от x ну надо написать что это такое то вот такой определитель все один от x все два от x все один штрих от x все два штрих от x но это производная естественно вот значит как такую конструкцию построить но надо взять вот это вот уравнение сначала его первый раз записать для пси один на вот то что я сейчас сделал и второй раз его записать для функции пси 2 вот первое мы умножим на пси 2 от x второе мы умножим уравнение почленно второе почленно умножим на пси один но и надо будет из результата одного умножения вычесть результат второго умножения но тут наверно нужно из нижнего вычитать верхний а так понимаю вот давайте посмотрим что получится значит если мы так сделаем получится пси 1 от x пси 2 2 штриха от x минус ну вот это вот на самом деле это же что такое это пси 1 от x на пси 1 штрих от x минус пси 2 от x на пси это 2 2 штрих а тут пси 1 штрих вот так так а тут когда я буду вычитать значит вот это я сказал пси 1 на пси 2 штрих минус пси 1 2 штриха на пси 2 ну там надо писать от x равно ну и глядите значит здесь можно что сделать такую вот операцию сделать мы как-то делали это с вами вытащить одну производную по x наружу вот и тогда здесь останется пси 1 от x штрихом я тоже производную по x обозначаю значит пси 2 штрих минус пси 1 штрих пси 2 от x значит кто это все кстати равно нулю потому что когда мы вот вычитаем в правой части просто из 0 0 вычитается так что это заведомо равно нулю но смотрите если есть сомнения продифференцируйте обратным ходом вы получите вот эти члены еще получите взаимосокращающиеся два слагаемых значит поэтому вот то что тут написано а то что тут написано в фигурных скобках но в этом легко угадывается вот как раз вышеупомянутый вранске он значит раз это равно нулю значит отсюда следует что производный от этого вранске она равна нулю по x значит он сам константа вот значит d по dt от вранске она пси 1 пси 2 равно нулю следовательно сам он константа не зависящий от x вот такая так сказать такая вот теорема теперь эту лемма вот теперь результаты этой леммы мы с вами используем для того чтобы доказать предыдущие утвердения о том что детерминант и определитель матрица равен единице но с этой целью значит обратим внимание вот на что что если мы продифференцируем вот это вот соотношение записанное здесь до продифференцируем по x ну или вот это соотношение вот это даже более но я думаю наглядно вот то на самом деле от x это очень мало чего зависит вот зависит сами функции частности коэффициенты эти постоянные они от x не зависит поэтому связь между производными она аналогично будет мы можем здесь как бы записать еще одну такую же строчку для производных штрихами конечно вот и она будет умножаться значит на то же самое вот на ту же самую матрицу поэтому а если мы их вот так вот объединим в матрицу до представьте себе ну была строчка мы к ней добавили вторую строчку получилось матрица то определитель этой матрицы это будет как раз в рамске он определить только взятый в какой точке в точке x плюс а определитель этой матрицы тоже будет в русский он но только взятый в точке x вот давайте еще все это напишу вот значит естественно нужно брать после этого определитель слева и справа ну а известная вам значит про их как она называется правило или свойства что определитель произведения матриц равен произведению определителей и тогда у нас получится следующее вот глядите что у нас получится значит все один от x плюс а все один штрих от x плюс а все два штрих от x плюс а это определитель равно вот такой определитель psi 1 от x psi 2 от x psi 1 штрих от x psi 2 штрих от x а здесь просто определитель матрица а ну или пожалуйста это ясно что теперь уже ясно что это вранске он значит все один от x плюс а psi 2 от x плюс а это вранске он взятый в точке x но от тех же функций в точке x а это детерминант матрицы а но мы только что перед этим показали доказали что вранске он таких функций есть константа независище от x стало быть вот эти равны вот этот и вот этот вот значит это константа и это константа ну еще и следовательно отсюда получаем требуемое утверждение что детерминант матрица равен единица вот господа далее последует тут здесь есть какие-то сомнения все нормально сделано все в по x по x по x вот тут то было правильно написано вот спасибо спасибо большое конечно по их а здесь таких нет ну здесь да 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 вот здесь таких не будет сейчас увидеть вот так пойдемте дальше пойдемте дальше значит дальше я вот но наверно это можно стирать но если он равен нулю там конечно много всяких получается загадок вот в частности для этого случая вот вообще у нас если действительно проводить серьезное исследование надо конечно все случаи рассматривать понятно вот но у нас с вами что учебный семинар или мы научную работу здесь с вами делаем по этому поводу можно же естественно можно же так сказать исключительной строгости все сделать только после этого так сказать глаза на лоб вылезут и третий глаз откроется да вот поэтому надо дозированно понимаете вот как говорится это не всем пали не всем полезно он когда говорят полезно да полезно там что-то делать и вот полезно там есть там что-то такое пить что-то такое я всегда думаю кому полезно кому нет это ждет вечно индивидуальный очень вот утверждение номер два утверждение номер два впрочем вам конечно ребята видней я помню что одно время критика была направлена на меня нелицеприятная но не будем говорить со стороны кого вот и главная была так сказать мысль в том что очень не строго все делается но это правда не от студентов шло ну вами как говорится насчет того строго не строго я как раз наоборот стараюсь делать максимально строго введенных нам границах рамках потому что совсем строго но это извините смотрите трактаты и так утверждение номер два но уже известно под названием теорема флаке это я ударение просто чтобы правильное было теорема флаке да ну и вот господа значит а теорема флаке она утверждает следующее она утверждает что вот для такого вот ну то есть для периодического потенциала до всегда можно найти такую пару функций но линейно независимых тоже отвечающих данному значению энергии я их назову фи 1 от x и фи 2 от x но в отличие от тех в принципе эти функции уже не обязаны быть вещественными потому что они ясное дело могут представлять собой линейной комбинации тех функций пи 1 и пи 2 ну вот для них что будет характерно для них будет характерно что вот вам логично это сказать форме записи когда вы берете значит но сдвигаете на а аргументу функции она будет выражаться но каждый из них будет выражаться не через линейную комбинацию а только через себя в этом состоит это теорема флаке ну то есть фи 1 от x плюс а равно да умноженное на некоторое число умноженное на некоторое число в данном случае я назову лямбда это число это будет фи 1 от x а для второй функции значит тоже x плюс а и это мы назовем лямбда 2 на фи 2 от x вот это и есть собственно говоря содержание теоремы флаке а вы видите здесь никаких ограничений нет на этот периодический потенциал до лишь бы был периодическим ну вот где эти самые лямбда 1 и лямбда 2 ну разумеется константы вот ничего там об их вещественности или так сказать комплексности не говорится так что в общем случае комплексно конечно ну вот и собственно говоря давайте покажем как это можно сделать как находятся такие функции сейчас мы с вами рассмотрим и кстати говоря как находится соответствующие вот эти числа лямбда 1 и лямбда 2 ну важнейший момент как говорится на него легко обратить внимание просто если вы вот эту вот систему сравните вот с этой до жалко что они одна под другой но в общем они рядом написаны так ну и как вы считаете что все это значит какие наблюдения у вас вот лямбда 1 лямбда 2 это что а совершенно точно это собственное значение матрицы сдвига конечно и речь тут идет доказательство так сказать этой теоремы по существу состоит то что нужно привести но не только еще кроме но первый так сказать шаг это привести эту самую матрицу сдвига к диагональному виду и найти ее собственные значения ну там на самом деле еще есть второй шаг допустимые значения этих самых вот лямбда 1 и лямбда 2 но все по порядку значит но сначала привести к диагональному виду значит вот я сейчас разрешить тоже не обсуждать эти вот вещи это вещи скажем так которые можно найти обсуждение в соответствующих книгах которые чуть больше чем продвинутые вот по своему уровню или просто продвинутые вот значит когда доказывается что действительно к диагональному виду привести можно вот ну вот мы будем считать что привести можно к диагональному виду я еще раз говорю но в принципе это есть так сказать ну результат тоже определенных изысканий что можно привести меня как студенты доказывали вот многие то ну и многие какое-то количество лет тому назад что действительно можно привести к диагональному виду значит мы будем считать что можно тогда ну тогда лямбда 1 и лямбда 2 находится из уравнения а 1 1 минус лямбда а 1 2 а 2 1 а 2 2 минус лямбда равно нулю ну и это у нас что будет а 1 1 минус лямбда на а 2 2 минус лямбда минус а 1 2 а 2 1 равняется нулю или получается квадратное уравнение лямбда квадрат минус а 1 1 плюс а 2 2 на лямбда а вот то что останется а 1 1 на 2 2 минус а 1 2 на 2 1 это просто обычный детерминант матрица мы доказали что он равен единице ну вот друзья мои значит вот да получается такое уравнение тут получается одна примечательная вещь вот такая вот вещь как это называется лет называется след матрицы он же шпур он же трейс значит ну что вам больше нравится мы назовем эту штуку дворо значит почему 2 это будет видно из дальнейшего ну давайте трейс вот значит этот трейс или этот шпур он на самом деле есть он вариант для матрицы к тому же тоже вещественная величина но и нам эта вещь очень очень даже пригодится для дальнейшего поэтому ее мы не будем забывать кроме того ну понятно что лямбда 1 и лямбда 2 вот о которых сейчас идет речь да это же у нас будут собственные значения этой матрицы правильно раз это будут собственные значения то вы же ребят прекрасно знаете что можно написать детерминат это тоже инвариант для матрицы значит детерминат равен единице поэтому лямбда 1 на лямбда 2 равно единице пригодится правильно ну и кстати можно этот расписать тоже через лямбда 1 и лямбда 2 и чуть подожду это делать потому что это нам надо будет сделать но потом несколько попозже ну вот хорошо а теперь собственно говоря откуда найти сами значения лямбда сами значения лямбда допустимые находится из граничных условий как раз именно из того условия чтобы функции не были неограниченно растущими на плюс минус бесконечности вот давайте значит рассмотрим несколько характерных случаев случай а модуль но я буду для определенности лямбда 1 все время так сказать затрагивать вот это из первое уравнение ну лямбда 2 по аналогии можно рассмотреть значит лямбда 1 по модулю скажем так больше единицы да больше единицы но это значит что вот по данной формуле по первому уравнению что фи 1 от x плюс допустим н а это будет лямбда 1 степени н на фи 1 от x я рассматриваю три случая потом будет меньше потом равно что откуда я взял я буду три случая рассматривать я ничего не взял я начал аккуратненько буква поставил вы заметили если есть а наверно будет и но так из общих соображений да если в магазин пришли там зачем-то ну вот у вас только а написали но вы ждете что вам еще и бы дадут ну будет конечно бы вот смотрите значит что отсюда следует ребят вот сюда лучше смотрите пожалуйста значит отсюда следует что эта штука для нас не годится из физических соображений чтобы лямбда было больше единицы по модулю почему потому что вот из-за этого функция будет неограниченно расти при x стремящемся к плюс бесконечности то амплитуда ее будет неограниченно расти то есть тут дело как говорится дрянь вот на самом деле если мы возьмем и рассмотрим случай лямбда 1 меньше по модулю чем единица но я не буду это так сказать говорить писать всем понятно что тоже будет неограниченный рост но только на минус бесконечности то есть не тот не другой случай нас не устраивает исходя из физических соображений потому что ну как еще говорят иногда можно встретить такое вот выражение что получающиеся функции не нормируемы даже смысле плоских волн но просто там неограниченный рост амплитуды куда это годится вы знаете единственный вариант который остается это первая так сказать идея была что единственный вариант скорее всего это когда лямбда 1 по модулю равно единице это действительно подтверждается вот если лямбда 1 но и заодно конечно лямбда 2 вследствие вот этого соотношения если они по модулю равны единицы вот то тогда действительно это отвечает физическому так сказать условиям отличает физическим требованиям вот и функция соответствующая остается ограниченной в любой такой вот элементарные ячейки вот поэтому вот это вот вот наш случай лямбда 1 но и заодно еще и лямбда 2 по модулю равна единице вот такие именно функции так сказать точки зрения физики они остаются ну а как записать это лямбда 1 и заодно лямбда 2 в наиболее общем виде учитывая также вот это свойство значит давайте вот я об этом специально скажу значит наиболее общий вид такой лямбда 1 2 равняется е степени плюс ну понятно что они еще должны быть перми то как это комплексно сопряжены друг другу это будет плюс минус и некоторые к вещественные на а где мнимая часть к равна нулю значит а это действительно вот который здесь стоит период решетки к некоторое вещественное число которым я ниже поговорю но вы можете спросить откуда это берется да и почему именно так должно быть значит отвечаю на самом деле здесь есть улайте там звонил звонок давайте я договорю это быстренько и мы перерыв сделаем на самом деле здесь есть такая вот вещь что мы с вами как бы попутно решили одну из задач простеньких нашего задания где спрашивается у собственных функциях оператора трансляции вот ведь оператора трансляции он как действует я сейчас не буду тут индекс писать он действует вот так трансляции на а ну вот а когда мы пишем еще вот такое соотношение то понятно из начала этого из конца этого что лямбда это его собственное значение там есть такая задача в задании ну вот и кстати говоря поэтому это лямбда она такая в общем так сказать с одной стороны вроде случайная как бы вы странно совершенно не случайная величина который там у нас стоит вот теперь как доказать что она именно такая это я к этой задаче значит ну во первых мы уже сказали что лямбда 12 по модулю должно быть равно и денется это мы уже сказали исходя из физических соображений а кроме того господа должен выполняться групповой закон если кто не но вы знаете же а группах это сейчас очень простая вещь которую я написал то есть двиг сначала на потом на б и должно приводить к тому же что и сдвиг на а плюс б ну вот и собственно отсюда все вот это и получается и такой вид соответственно значит собственного значения тоже отсюда следует ну вот то есть действительно вот так на к это есть естественно квантовое число который характеризует состояние но вещественно как она называется ну давайте после перерыва да но давайте значит первым делом два слова по поводу этого вот сейчас даже не знаю сначала вывода сделаем да а потом про к значит сделаем выводы на выводы значит для ограниченных решений значит для ограниченных решений вот теорема флаке которой мы говорили она значит гласит что функция должна иметь ну я сейчас тоже не буду писать 1 2 значит что функция должна иметь вот это вот следующее свойство да но я в принципе можно характеризовать значком к потому что она собственная функция получается для оператора трансляции вот и к характеризует собственное значение этого оператора трансляции поэтому вполне можно вот так писать значит x плюс н а равняется е в степени и к значит а умножить на n на фи со значком к от x это вот первое наше наблюдение ну там может быть плюс-минус если вы возьмете обе функции вот для ограниченных решений а следующий вопрос значит это какой должна иметь ну наиболее общий должна иметь вид функция вот это фи чтобы для нее вот это вот дело выполнялось это есть содержание так называемой теоремы блохо и собственно говоря наиболее общий вид функции но я тоже сейчас без доказательства хотя вроде это и не очень сложно значит я сейчас приведу это называется теорема блохо а соответствующие функции функции блохо значит и так функции наиболее общего вида который удовлетворяет этому условию такова значит фи к от x равно е в степени и к x на некоторое у со значком к от x где у со значком к от x плюс а равняется у со значком к от x то есть вот это у которая здесь стоит это функция являющаяся периодической с периодом а это вот функции блохо ну вот а теперь по поводу этой самой величины к которую мы ввели значит она ну во первых значит отметим что эта величина характеризует поведение нашей функции при трансляциях особенно наглядно видно что она вот сюда вот входит вот и значит в виду непосредственно ну в виду очень действительно в виду того факта что она довольно здорово напоминает импульс но в то же время это не совсем импульс вот значит за ней закрепилось название квази импульс значит кал большой это вообще-то вектор если в трехмерии просто у нас одномерие значит это вектор который характеризует как я сказал поведение волновой функции при трансляции называется квази импульс значит ну почему квази импульс во первых это есть обобщение обычного импульса для твердого тела вот ну и вы видите вот даже по значит собственной функции да по функции блохо это видно что если бы например у нас был свободный случай то есть вот этого всего бы не было да не было бы этой функции связаны так сказать с видом потенциала а тут понятно что вот дальше продвинуться нельзя опять потому что нет явного вида потенциала вот если значит никакого так сказать никакой этой вот периодичности с периодом а нет остается просто плоская волна так как и было бы в свободном случае и тогда понятно что к большой это есть просто обобщение понятия импульса обычного на случай твердого тела вот то есть это обобщение понятия импульса вот но в то же время нужно отметить что это не импульс конечно почему он и называется квази импульс или непростой импульс по каким причинам ну например значит первая причина скажем так он не не однозначно определен он не однозначно определен это хорошо видно вот отсюда дело в том что е в степени 2 пи и на н как известно единица поэтому состояние которое характеризуется значением квази импульса к и к плюс 2 пи n деленное на а отвечает одному и тому же эти два состояния отвечают одно и то же значит они отвечают как это сказать а не так надо говорить эти два значит эти два значения к у нас характеризует одно и то же состояние вот так вот вот но это понятно да вот я уже сказал из-за того что есть такое вот условие вот поэтому значит есть такая неоднозначность который разумеется ну вот ни у какого обычного импульса нет так дальше значит что еще отметим отметим что значит истинный импульс обычный импульс не сохраняется в твердом теле потому что есть потенциал вот значит что касается этого то это тоже необычный импульс вот и это еще так сказать подчеркивает тот факт что это вот к это не есть не собственное значение такой значит такого оператора как минусы h dpdx кстати говоря если вообще завести разговор о том если такой же оператор вот у квази импульса это вообще говоря вопрос по всей видимости и нету у него такого оператора собственным значением которого является квази импульс вот еще такая проблема ну вот значит но тем не менее работать не можно при всех вот этих обстоятельствах о которых мы здесь говорили значит теперь ну вот давайте еще так сказать сделаем такой перед тем как начинать уже непосредственно расчетную часть сделаем еще один вывод значит вот это к да уже было сказано характеризует поведение нашей функции при трансляциях она вещественная и она через значит определенное соотношение вот сейчас будем получать для нашего потенциала так называемое дисперсионное соотношение она связана с энергией с реальной энергией частицы а дальше получается так что для того чтобы было возможно распространение вот чтобы была такая функция да нужно чтобы к было вещественным если к не будет вещественным не будет никакого распространяющего решения это еще мы там на этот факт с вами обратили внимание вот то есть это есть ограничение на к ну естественно что с такими значениями там с комплексными соответствующее состояние не будет отвечать распространяющемуся решению не сможет распространяться поэтому не все значения к разрешены а значит не все значения е то есть энергии разрешены отсюда зоны разрешены и запрещены ну а теперь пойдемте за деталями значит я возвращаюсь к этому потенциалу что мы с вами сделаем ну давайте значит я их все выделю и все на окрестностями опять чтобы они тут нам не болтались если значит убрать отсюда так сказать отделить вот эти все особенности то тогда уравнение какая бы ячейка не рассматривалась уравнение будет такое psi 2 штриха от x плюс k в квадрате на psi от x равно нулю где k ну вот отсюда берется вот значит уравнение такое которое в общем даже на первый взгляд оно и потенциал то не чувствует да ну естественно там его и нет а дальше действуем таким образом мы рассматриваем первую ячейку первая ячейка это значит у нас ячейка когда x изменяется от нуля до а и рассматриваем вторую ячейку это когда x изменяется от а до двух а значит в этой первой ячейке выбираем два линейных независимых решения потом при помощи матрицы трансляции переносим их во вторую ячейку и сшиваем в точке x равно а ну здесь мы явным образом используем тот факт что все это инвариантно относительно трансляции на период ячейки вот и можно все это так сказать вот эту операцию которую я сейчас говорю вообще в любой в любой в любой паре ячеек делать это все равно где при этом так сказать ничего ровным счетом не будет меняться потому что вот эта трансляционная симметрия она уже нами учтена ну вот значит если вы поняли тогда приступаю к реализации и так ребята приступаю к реализации значит область 1 ну давайте выберем значит первое решение нам же не сказано что даже там они нормированные должны быть могут быть и вещественные вот я вещественные выберу косинус kx а вторую линейно независимую это будет синус kx вот это уравнение еще раз говорю то есть я тут вот именно его имею в виду вот область 2 значит psi 1 в области 2 ну вот эти разложения я к сожалению через матрицу через матричные элементы я убрал но вы помните разница только в том что мы должны здесь писать от одной и той же там у меня был сдвижка значит был x плюс а а тут чтобы сшивать нужно от одной и той же переменной писать функции естественно иначе как их сшить вот поэтому придется сдвигать наоборот на минус а вот в этой самой в теле функции то есть так придется написать а 1 1 на косинус k x минус а плюс а 2 1 на синус k x минус а а здесь будет psi 2 от x который будет равно а 2 1 на косинус k x минус а плюс а 2 2 на синус k на x минус а вот что я имел ввиду чтобы можно было сшивать вот эти функции которые подлежат сшиванию должны зависеть от одного и того же аргумента теперь дальше значит ну дальше условия сшивания значит первое как вы помните значит при x давайте напишем это при x равно а первое условие ребят как вы помните это условие равенство функции то есть psi psi от x от а простите от а плюс 0 равняется psi от а минус 0 да но это можно сразу же реализовать это как раз очень легко все реализуется значит вот она будет от а плюс 0 значит синус даст нам 0 косинус нам даст единицу и мы получим что а 1 1 равно косинус к а и а из второй функции 2 1 равно синус что у нас получается потому что здесь 1 2 вот спасибо здесь 1 2 спасибо вот теперь для производных для производных psi штрих от а плюс 0 минус psi штрих от а минус 0 равно должно быть 2 кап 0 psi от а общее правило сшивания было получено еще пару семинаров назад для простой дельта ямы потом мы использовали для пары дельта ям отличие здесь заключается в том что когда были ямы здесь был знак минус теперь здесь знака минуса нет потому что это дельта выступы дельта зубья а не дельта ямы вот ну чтобы сшить производные для этого мне придется эти функции продифференцировать извините я в уме еще такие вещи не научился дифференцировать поэтому дифференцируем значит сначала область 1 psi 1 штрих от x равно ну косинус дифференцируем будет минус k на синус kx psi 2 штрих от x это у нас синус значит будет k на косинус kx и теперь вот эту штуку дифференцируем psi 1 штрих от x равно а 1 1 так от косинуса значит будет минус минус k 1 1 на синус k x минус а плюс k а 2 1 на синус а на косинус простите на косинус k x минус а psi 2 штрих от x равно косинус дифференцируем минус синус минус k значит а 1 2 синус k x минус а плюс k а 2 2 на косинус k x минус а ну а теперь все есть у нас с вами можно значит сшивать производные значит сшиваем производные так где значит си штрих от x плюс а ну вот это надо брать значит косинус даст единицу синус даст ноль то есть будет так к а на а 2 1 минус чего там значит не минус а плюс k вот это вот на синус k а равняется 2 к 0 функция это будет косинус k ну то есть отсюда получается что а 2 1 будет равно минус синус k умножить на а значит плюс 2 k по 0 на k на косинус k а и теперь внизу вот со вторым также делаем получаем значит k а а 2 2 минус k на косинус k а равняется 2 k по 0 на синус k а вот и соответственно а 2 2 будет равно косинус k а плюс плюс 2 k по 0 на k на синус k а вот мы все четыре элемента нашли в матрице сдвига в принципе это позволяет и функции искать но мне нужен только шпур от нее то есть след вот а след который мы с вами назвали 2 2 ну уже стет а все значит 2 ро это есть трейс матрицы а вот и он будет равен ну вот надо значит сложить и 1 1 плюс а 2 2 разделить пополам он равен косинус у k а плюс k по 0 на k на синус k а а дальше а дальше я говорил ребят что значит поскольку у нас собственные значения е в степени плюс минус и к а то вот это самое ро которая есть 1 2 значит ну трейс ладно напишу матрица то есть это есть 1 2 вот лямбда 1 плюс лямбда на лямбда 1 плюс лямбда 2 да ну вы видите что такое лямбда 1 и что такое лямбда 2 ответ чему это равно очень простой то есть косинус k большой на а поэтому вот это равно косинусу k большое на а и вот это господа и есть дисперсионное соотношение искомое но оно весьма нетривиальное как вы видите значит потому что энергия она зашифрована вот в этом маленьком k вот а k большое стоит в другой части ну вот давайте значит ее можно нарисовать естественно ее лучше всего анализировать так сказать именно так вот графически конечно можно кое-чего и вычислить но так сказать это все в общем случае немного затруднительно значит вот здесь мы нарисуем это значит это вот соотношение косинус k и здесь вот что удобно сделать умножить на разделить на капканоль капканоль на k на а и здесь синус k а здесь просто мы k опустим ну чисто условно значит попробуем изобразим как все это будет выглядеть значит нам а характерные тут нужны числа это будет пи это допустим 2 пи это 3 пи минус пи минус 2 пи минус 3 пи ну и здесь нужно еще вот я конечно не в масштабе рисую это единица будет а это минус единица тут совсем плохо нарисовал простите вот как то так ну вот и давайте значит у нас когда косинус ну это вот просто значит будет нули давать да когда синус k а будет равно пи значит соответственно кроме только вот нуля в нуле тут будет до небольшой такой вот значит пик у этой функции а косинус чему равен если к а равно пи косинус равен минус единице то же самое когда минус пи вот значит а когда 2 пи будет плюс единица когда 3 пи минус единица это вот я рисую где косинус будет в каких точках да вот ну и значит вот здесь вот такой будет пик и вот такая это будет функция примерно ну а теперь значит он анализ какой собственно который делается с этим выражением анализ следующего характера смотрите нужно взять энергию из энергии найти к ну стандартный ход это к подставить в правую часть в правую часть этого соотношения найти к большое ну к большое естественно находится неоднозначно с точностью до 2 пи н деленное на а это мы знаем вот и смотрим это как как оно вещественное не вещественное если вещественное все хорошо если так сказать есть комплексная внемная часть то все плохо вот ну вот вам примеры значит итак допустим пусть е такова что косинус ка по модулю меньше единицы ну если косинус по модулю меньше единицы значит напоминаю что это вот все это и есть косинус вот то есть это значит что вот этот график между плюсом и минус единицей вот что сейчас имеется ввиду Если косинус меньше единицы, то это значит, что К большое и вещественное. Ну, кстати, и лямбда 1, ну и лямбда, я напишу просто лямбда меньше единицы, лямбда равно по модулю единицы. Вот, короче говоря, это то, именно что и требуется для функции блоха. А сама функция блоха в данном случае есть распространяющаяся волна, ну, модулированная. Поэтому вот эти значения энергии, если вот они таковы, они относятся к так называемой разрешенной зоне энергии. Разрешенные зоны. Где они здесь, эти разрешенные зоны? Ну, вот они. Смотрите, это я просто, чтобы меня, значит, спроектировать. Значит, вот у нас, да, вот то, что попало, значит, по значению от единицы, от минус единицы до единицы. Вот это разрешенные зоны. Ну, тут у меня картинка, как вы понимаете, весьма приблизительная. Ну, из нее даже кое-что будет следовать. Что, например, значит, разрешенные... А, ну, сейчас еще мы с вами проговорим, что такое запрещенные зоны, да? Значит, давайте сначала про запрещенные. Значит, пусть энергия такова, что косинус КА больше единицы. Ну, если больше единицы, значит, мнимая часть есть, значит, оно комплексное. Ну, а мнимые части, как вы знаете, как раз они отвечают, как правило, за рост амплитуды или за убывание амплитуды волновой функции. Ну, убывать еще она с грехом пополам могла бы, если бы мы рассматривали кристалл с границей. Расти вообще не может, физики противоречат. Вот. А если кристалл с границей, тогда это... Есть такая задача, называется задача тамма. Но мы не рассматриваем кристалл с границей, мы рассматриваем безграничный кристалл. А вот если это кристалл безграничный, то такие состояния в нем распространяться не могут. Запрещенная зона. Ну, вот они, разрешенные мной выделены, запрещенные рядом идут. Вот то, что значит, что они чередуются, это как раз именно очень характерно для одномерной задачи. Разрешенные чередуются с запрещенными. Ну, легко понять, что разрешенные по модулю, так сказать, не по модулю, а по ширине, они увеличиваются с ростом модуля вот этого КА. В плюс или в минус бесконечно. Разрешенные, так сказать, становятся больше, запрещенные становятся меньше. Здесь, по идее, надо рассмотреть еще третий случай. А именно косинус КА равно единице. Ну, тогда отсюда следует, что КА должно быть равно ПМ. Вот. А это что такое? Это вот как раз и есть условия, так сказать, типа, условия, которые встречаются в дифракции Брега, условия Брега-Ульфа. Вот это как раз условия и говорит о том, что с такими значениями КА частица не может проникнуть даже в кристалл. Вот. То есть она будет испытывать полное внутреннее отражение. Это граница. Понятно, что вот даже видно из этого. Это граница условия, так сказать, где осуществляется граница разрешенной и запрещенной зоны. Вот. И последнее, что я должен просто нарисовать вам, но, видимо, не осуществляя серьезного, значит, серьезного анализа, значит, это так называемая дисперсионная кривая. Вот это было дисперсионное соотношение, а еще имеет место так называемая дисперсионная кривая. Вот это как раз рай для тех, кто способен вычисления проводить на компьютере. Вот. Потому что это все, конечно, считать надо по делу по-большому, конечно, именно так численно. Вот сейчас вы поймете, в чем дело. Значит, дисперсионная кривая – это вот такая зависимость. Е от К. Ну, то есть, это не слабая вещь, потому что Е – это у нас с вами H квадрат, К квадрат, деленное на 2, а здесь К. То есть, нужно взять, вывернуть наизнанку, как бы, вот это выражение, чтобы получить Е от К. Поэтому я нарисую, но я нарисую такую картинку в значительной степени качественную. Ну, чтобы вы ее хоть когда-нибудь, хоть бы один раз увидели. Здесь пустим Ка. Вот. Ну и, значит, случай слабой так называемой связи. Слабая связь – это значит Ка по 0, а много меньше единицы. Ну, а это значит, вторым слагаемым здесь можно пренебречь. Поэтому отсюда следует, что К – это все равно, что К маленькая, но с точностью до известных вам факторов. Вот. Поэтому, значит, можно просто в первом приближении считать, что К большое равно К маленькая. Тогда это будет… Ну, вы догадываетесь, это будет… Сейчас есть только хорошо нарисуется. Пора было. Значит, для свободного случая это будет парабола. Значит, сильная связь… А здесь звонков нет, да? Вон, ничего не было. А то я все беспокоюсь. Сильная связь – это наоборот Ка по 0, а много больше единицы, да? Но это… Чтобы понять, что происходит, нужно вот на этот рисунок смотреть. Значит, если у нас вот эта вот много больше единицы, Ка по 0, то это значит, что он… Пик стремится к бесконечности, и все эти максимумы уходят на бесконечность. А, значит, разрешенные зоны сжимаются в одни дискретные уровни. Вместо зоны остаются просто дискретные уровни. Разрешенные уровни. Вот. Причем, значит, Ка равняется Пи-Н. Собственно говоря, как в яме с бесконечно высокими стенками. Такое же получается условие. Ну и промежуточные случаи. А вот промежуточные… Я вам сейчас качественно объясню промежуточные случаи. Там по-разному можно их считать. Некоторые вещи приближенно считаются методами последовательных приближений. Вот. Значит, это будет… В основе действительно вот такая вот парабола, но реальный график будет иметь, значит, конечные разрывы. То есть, разрывы первого рода в тех местах, где… Ну, вот в этих вот местах, где начинаются эти самые, значит, запрещенные зоны. Ну, вот скажем… Примерно. Это значит, что у нас будет Пи, 2Пи, 3Пи, минус Пи, минус 2Пи, минус 3Пи. Вот. И смотрите, значит, вот надо нарисовать так приблизительно. Вот, сложно, конечно, это все надо не от руки все делать, конечно, а нужно все серьезно визуализировать. Ну, это последнее, что на сегодня осталось, поэтому все остальное я рассказал. Вот. Это значит, я просто изобразил. А теперь смотрите, вот реально здесь начинается, как вы понимаете. Ну, я не очень точно рисую, но уж извините. Здесь начинается первая запрещенная зона, здесь начинается вторая запрещенная зона, здесь третья запрещенная зона и так далее. Они, как вы знаете, убывают по ширине. Значит, первая запрещенная зона. Ну, вот она запрещена, я поэтому ее заштрихую. Вторая будет поменьше. Вторая запрещенная зона. третья еще поменьше, третья запрещенная зона. А истинный график, он, значит, там испытывает скачки, как я сказал, причем скачки первого рода, значит, разрывы первого рода, и можно доказать, что производная на границах зон обращается в ноль. То есть он себя ведет вот так вот. Это вот, блин, не выдерживает мел. Извините. Так вот, значит, это вот здесь. Вот и елки-палки. Дальше здесь вот так вот. И здесь вот так вот. Значит, вот такой вот приблизительно график. Ну и вот это вот называется первая зона бриллиона. Слышали, наверное, такое название? И вот эта вот часть вместе с вот этой частью образует вторую зону бриллиона. Это правая часть этой второй зоны, правая часть второй зоны бриллиона. Ну надо, чтобы вы как услышали об этом, а это левая часть. И на этом все. Потому что тема эта, она абсолютно неограниченная. Вот, и можно говорить всего, рассказывать много. А на сегодня все. До свидания.